Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Самарские предприятия получат крупные госзаказы. Они будут производить оборудование для космодрома Восточный, газового завода и для оснащения речных и морских портов по всей России. Пандус в подъезде, новая детская площадка во дворе. Самарцы рассказали главе города, в какой помощи нуждаются. Смех сквозь слезы. Знаменитую пьесу Эдуарда де Филиппо поставили в театре Самарская площадь. Новые возможности для самарских заводов. Они могут получить заказы по госпрограмме. Это строительство и модернизация морских и речных портов. Тем более, что, как показало время, продукция местных заводов не хуже зарубежных аналогов. Итоги и перспективы обсуждали на заседании регионального союза работодателей. Сегодня в ассоциацию входит более 170 предприятий. С производственными планами ознакомился Олег Зверев. Принять участие в крупнейших государственных и частных проектах страны такая задача стоит перед производственным сектором региона. Самарские предприятия получат весомые подряды, в том числе на таких масштабных стройках, как космодром Восточный-2 и газовый завод Ямал-СПГ. И вот новая программа. В России стартует модернизация сети морских и речных портов. А это значит, что оборудование для их реконструкции могут изготовить самарцы. Я бы хотел, чтобы тоже наши предприятия, которые особенно работают с металлом, да и не только с металлом, там перечень может быть самая различная, и вы очень внимательно ко всем этим вещам отнеслись. Даже не сами ищите заказы, а как бы представляют с возможностью получить заказы. Причем год назад была одна обстановка, ситуация. Сейчас она другая, сейчас она значительно более актуальная. Почему более актуальная? В связи с новыми санкциями стало абсолютно ясно. Без собственных усилий, без собственных разработок, без собственных поставок мы сделать не сможем. Время дает самарским предприятиям возможность занять ту нишу, на которую раньше могли претендовать и зарубежные. В частности, сейчас специалисты транспортной лизинговой компании изучают возможности региона. А вместе с заказами приходят прибыль, новые рабочие места и налоги на содержание городов и районов. Только так предприятия могут работать уверенно, тем более, что сегодня в стране есть масса проблем, которые сдерживают развитие производства. Высокий уровень налогов, растущие цены на энергоносители, черные цветные металлы, транспортные услуги, высокие кредитные ставки банков, острая нехватка квалифицированных рабочих кадров. Что касается кадров, сегодня настало время поддерживать талантливую молодежь со школы, иначе зарубежные компании продолжат переманивать самых способных учеников. По мнению губернатора, это задача в том числе и регионального союза работодателей. Сегодня он объединяет больше 170 организаций и вузов. За заслуги в развитии экономики страны ассоциации вручены награды. Флаг Самары с лентой, грамоты и памятный знак «Город трудовой и боевой славы». Олег Зверев, Василий Колдашов. События. За неделю до 1 сентября все внимание направлено на обеспечение безопасности в школах. Губернатор Николай Меркушкин провел совместное заседание антитеррористической комиссии оперативного штаба Самарской области. В день знаний своей двери для учащихся откроют более тысячи образовательных учреждений региона. Серьезно следует подойти и к вопросам перевозок. На школьных автобусных маршрутах должно быть безопасно. С 31 августа и до окончания праздничных мероприятий личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный режим работы. В том числе будет обеспечена круглосуточная охрана. Губернатор подчеркнул, в области должна быть выстроена четкая совместная работа по обеспечению безопасности 1 сентября. На самом деле и каждому из нас, который следит за этим столом, самим, и каждого рядового человека, довести до сознания, что ситуация такова, что если ты не будешь этого знать, то могут быть последствия, которые иметь будет потом исключительно невосполнимой во всех отношениях характер. Благоустройство дворов и улиц – основные вопросы, которые волнуют горожан. На прием по личным вопросам к мэру люди приходят с проблемами всего дома, улицы, а порой и города. Активные позиции поддерживаются и власти готовы помогать. На приеме граждан побывала и Марина Матвейшина. Выходить на улицу и дышать свежим воздухом для сына Татьяны Железняковой оказалось настоящей проблемой. В подъезде дома установили неудобный пандус. Ребенок передвигается на коляске и поднимать его по этому устройству для мамы с каждым днем становится непосильной задачей. С этим вопросом женщина обращается к главе города на личном приеме. Нам бы хотелось в этом году получить пандус, потому что зима, тоже мы хотим выходить из дома. Поставить пандус такой же, как в соседнем подъезде, возможно в рамках текущего ремонта. Но чтобы это сделать, решение должны принять жители всего дома. Примерная стоимость таких работ – 200 тысяч рублей. Мэр поручает как можно скорее заручиться согласиями жильцов, а управляющей компанией сделать пандус за свой счет уже в этом году. Родители детей в доме по Осипенко вынуждены искать соседние детские площадки и стараются не ходить на свою. Горки, качели и тренажеры на ней в таком состоянии, что играть там просто опасно. Площадка разломана, там малыши даже подняться не могут по лесенкам, ступеньки отломаны. Маленькая песочница, качелька и горки такие, что своим детям я запрещаю туда ходить, потому что она небезопасна абсолютно. По информации районной администрации, двор включили в программу «Комфортная городская среда» на этот год. А значит, скоро здесь появятся новые площадки и спортивные снаряды. Но с жителей взято обещание бережно и с заботой относиться к этому пространству. Кроме того, должна быть связь с управляющим микрорайона. Именно с его помощью будет организован общественный контроль за проведением работы во дворе. Ну и, конечно, важен контроль. Вот очень важно. Потому что, конечно, мы каждого подрядчика проверить не можем. Мы отдаем всю эту наутку по общественности. Поэтому смотрите сами, кто пришел к вам, как работают качественно. Вы должны акты подписывать. Я думаю, что безопасно было для детей. Да, безопасно, аккуратно все и качественно. Благоустройством внутриквартальных территорий озабочены жители многоэтажек в квартале улиц Революционной, Лукачевы, Гая и Мичурина. Люди просят отремонтировать тротуары и установить фонари. Я вчера вечером вышла, я хотела фотографии сделать, но настолько темно. То есть это какое-то безобразие. Освещение ни одного фонаря. По поручению главы улицы Гая и соседняя Подшипниковая будут внесены в план ремонта на следующий год. Вопрос строительства сети и освещения также будет решен при поступлении финансирования. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Школа не будущего, а настоящего. В новом образовательном центре в Южном городе побывали представители областного министерства образования. Эту школу уже назвали одной из лучших и самых современных в стране. 1 сентября туда пойдут учиться почти полторы тысячи школьников. Всего за последние годы в регионе открылись 12 новых школ. И в два раза больше планируется открыть к 2022 году. Слово Олесе Корецкой. Здесь вся атмосфера наполнена желанием учиться. Даже те, для кого последний звонок прозвенел много лет назад, в новой школе в Южном городе снова хотят сесть за парты. Здание практически готово к работе. Здесь есть отдельные блоки для начальных и старших классов. Четыре спортивных зала с площадками для гимнастики, футбола, баскетбола, волейбола и набор тренажеров. Большая столовая с двумя залами на 450 человек. Актовый зал, библиотека с медиаматериалами и читальным залом. Учебно-опытная зона с теплицами для занятий по биологии. В этой школе уникальность ее, что образование осуществляется далеко не только в рамках учебного кабинета. Хотя сами учебные кабинеты тоже замечательные. Вы видели, что трансформация внутри позволяет организовать любую работу. Школу уже назвали уникальной и одной из лучших в стране. Здесь каждый уголок многофункционален, как в самом здании, так и вокруг него. Не случайно это образовательный центр. Кроме основной программы, дети здесь будут получать дополнительные знания, заниматься в творческих мастерских. Да и сами учителя в будущей работе настроены на креатив. По внешнему периоду кабинета наставлены еще партии. Сейчас доводится оборудование лабораторно-практического характера, которое будет позволять не только по химии проводить здесь практическую часть, но и по физике, биологии, паниографии, в общем, по всем примерам. Школа рассчитана на полторы тысячи человек. Уже укомплектовано 55 классов. Все занятия будут проходить в первую смену. Новая школа стала одной из 12 открытых в Самарской области за последние 4 года. Еще 26 образовательных учреждений планируется открыть в ближайшие 5 лет. Олеся Корецкая. События. Хорошо поработали, попадут в кадр. В советском районе Самары до 2022 года 26 дворов оборудуют камерами видеонаблюдения. И все это благодаря стараниям жителей. Они стали участниками программы «Чистый город». Своими силами привели двор в порядок. Теперь лучшим выручают сертификаты. На награждение побывала и Алина Чемерес. Привели двор в порядок, получают награду. Жителям дома на южном проезде вручают сертификат на установку системы видеонаблюдения. Двор стал участником проекта «Чистый город». Жители провели собрание, определили, какие виды работ необходимы. И направили обращение в районную администрацию. В словам старшего по дому, люди здесь всегда были активными и неравнодушными. Жители очень дружные. Вот благодаря им, их работе, вот можно повернуть, посмотреть, вот скопали землю, разровняли всю, грунт разбросали, три камаза, чернозема. Здесь содержат площадку, с той стороны убирается, все. Таких, как этот двор, в советском районе четыре. Их выбрала комиссия. Систему видеонаблюдения в них устанавливают по программе «Безопасный город». Сначала предстоит определить, сколько камер потребуется, затем на это направят средства. Сертификат – это стимулирующая награда для тех людей, которые проявили активность на том этапе, который пригласил мэр города к благоустройству своих дворов. Но во многом выполнялась работа с силами жителей двора. В каждой территории определяется, жители принимают решение. Либо это спортивная площадка, либо благоустройство, либо это освещение, либо ремонт фасадов. Проект «Чистый город» продлится до 2022 года. За это время в советском районе сертификат получат жители 26 дворов. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События. Далее коротко о других событиях дня. В Самарской области мошенник, посылая смс о выигрыше машины, собирал с доверчивых людей деньги. Тольятинец создал три сайта, на которых была размещена лживая информация о призовых акциях. Перезвонившим ему людям он объяснял, что якобы выигранные деньги можно получить, если ему будет перечислен 1% комиссии от суммы. В итоге на удочку попались 24 человека. Они отдали мошеннику почти 190 тысяч рублей. Суд приговорил Тольяттинца к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года. На правой половине кольца на Луначарского уложили асфальт. В Самаре близится к завершению один из этапов строительства развязки Эллипса на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Напомним, ранее появилась информация, что в конце августа по правой стороне кольца запустят движение по направлению в город. Но одновременно с этим будет закрыт съезд с улицы Гагарина. Улица Алматинская в Самаре перекрыта до 3 сентября. Это коснется участка в районе Беземянского кладбища. Здесь идет ремонт теплотрассы. Из-за этого изменится схема движения автобусов номер 12, 21, 68, 89, 268, 297. Они будут ездить по улицам Черемшанская, Пугачевская и Ставропольская в обоих направлениях. В Самаре на территории бывшего завода Зим появится школа. Планируется, что она будет введена в эксплуатацию в ближайшие два года. В ней смогут одновременно обучаться полторы тысячи детей. Кроме того, в Самаре планируют построить пять современных школ, два новых здания для детских садов и реконструировать для тех же целей еще пять объектов. Жители Самарской области стали чаще жениться и реже разводиться. За первое полгодие 2017-го в регионе зарегистрировали более 8,5 тысяч браков. Это почти на 6% больше по сравнению с прошлым годом. При этом подавляющее большинство молодоженов, 87%, предпочли провести свадебную церемонию в торжественной обстановке. Лидером по количеству зарегистрированных браков в регионе стал Самарский дворец бракосочетания. Наибольшее число мужчин и женщин вступили в брак в возрасте от 25 до 34 лет. При этом на тысячу образовавшихся брачных пар пришлось 789 распавшихся. «Смех сквозь слезы» или «Слезы сквозь смех» – знаменитую пьесу Эдуарда де Филиппо поставили в театре «Самарская площадь». В персонажах комедии Филомена Мартуране легко можно найти знакомые черты и характеры. Режиссер из Москвы Ирина Кирученко предпочитает перед премьерой проверять свою работу на зрителей и устраивает прогоны. Одной из первых в зале оказалась Марианна Мирная. «Иначе я жена! Что за чепуху ты меришь, Селуме? За кого ты вышла замуж?» Роль любвеобильного итальянского богача Доминика Сориану давалась актеру театра «Самарская площадь» Олегу Сергееву не так просто, как хотелось бы. Ведь в комедии нужно искать трагедию, уверен артист. А когда каждая шутка находит отклик, трудно и самому удержаться от смеха. «Это комедия от того, что она очень похожа на жизнь. Мы искренне и правдиво просто рассказываем историю, историю многих людей». История «Ночной бабочки» Филумены Мартурана, комично описанная писателем Эдуарда де Филиппа, ставилась сотни раз и экранизировалась. Но работа над спектаклем – это не копирование чужого, а создание нового, уникального. Ведь каждый актер, привнося свой собственный опыт, наполняет персонажей особыми красками, уверен режиссер Ирина Керученко. «Смеялись и над теми шутками, над которыми мы не работали. Они вдруг стали появляться, потому что все-таки зритель в зале – это кураж. Кураж для артистов. И они в первый раз вчера почувствовали это дыхание. Это было потрясающе». Несколько дней спектакль показывают узкому кругу зрителей. Но прогон – это только проба. Премьера Филумены Мартурана назначена на субботу, 26 августа. Возрастное ограничение – 16+. Марьяна Мирная, Станислав Левин, События. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Камера «Мотор». В Самару приехали журналисты из Германии. Они снимают фильм о городах-участниках Чемпионата мира по футболу. Неотложная помощь. В Самарском храме реставрируют старинные иконы. Пятая медаль в общей копилке сборной Самарской области на Китайской универсиаде. Второе золото на турнире по Тахванду на счету нашего спортсмена. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова